проект живое английское произношение сейчас я подожду несколько секунд проверю присоединился ли кто-нибудь в транс к трансляции пожалуйста напишите мне насколько хорошо меня видно и слышно поставьте какие-нибудь плюсики в комментариях если вам не очень сложно так вот я вижу что началась трансляция уже один просмотр здравствуйте всем кто к нам присоединился один комментарий уже есть сейчас я посмотрю что там написано одну секундочку и мы с вами начинаем видно очень хорошо хорошо видно и слышно максим привет леночка здравствуй очень рада вас видеть хорошо тогда я продолжаю во-первых я очень хочу сказать спасибо абсолютно всем кто принял участие в голосовании за название моего проекта голосование еще не закончилось я продлю его еще несколько дней и очень рада читать ваши варианты во-первых это такой замечательные вообще заряд хорошего настроения потому что читать и вслух произносить видеть что вам не все равно видеть что вы мне помогаете абсолютный лидер конечно иван дзержинский он накидал очень много 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 всяких разных названий я буду продолжать их рассматривать и ясно и хочу вам объяснить как вообще вот это вот странное название жаб пришло ко мне в голову до живое английское произношение понятно что это аббревиатура вот а пришло оно очень быстро я вообще даже не задумывалась нисколько я не придумала часами не сидела просто сейчас такое время когда мы с вами находимся можно сказать в заточении многие из нас и мне захотелось что-нибудь необычного веселого тем более что название как мне кажется отражает и сущность всего моего проекта что это живой язык это что это произношение таким образом она и пришло ну я еще посмотрю как дальше это все будет развиваться насколько будет высокий к этому интерес принципе многие написали что совершенно не важно как это называется а важно то насколько это будет полезно я надеюсь что это будет полезно еще одна вещь которую я хочу сказать перед прежде чем мы с вами перейдем непосредственно к звукам и к тому заданию которую я вам дала это то что сейчас идет очень много споров насколько нужно уделять внимание произношению и вообще что такое произношение у меня мнение такое свое может быть многим она непонятно может быть многим она не понравится я считаю что ничего невозможно ни в каком языке без произношения абсолютно ничего был такой ирландский поэт джон йейтс так вот он два века назад сказал такую фразу стихотворение которое было посвящено его потомкам а не видеть его маус full of я сделал это все из воздуха которое находится в моем рту то есть как все чтобы мы с вами не произносили да она абсолютно все произносится благодаря циркуляции воздуха и работе мышц которые у нас есть во рту что может быть без произношения даже когда мы с вами слушаем даже когда мы с вами не говорим все равно благодаря тому что мы знаем как что-то произносится мы наш мозг работая до переключает это в какие-то переводит это в какие-то смыслы даже когда мы с вами что-то пишем независимо от того что мы ничего вслух не произносим в голове в своей но все равно продолжаем звучать и если произносить неправильно ну это во первых непонятно может быть во вторых человек который произносит он в себе не уверен я работаю в университете санкт-петербургском с 2001 года и до этого я работала еще в ломоносовской гимназии в озерках и я всегда сколько себя помню уделяла внимание произношению еще ни один мой ученик от этого не пострадал очень многие потом заканчивая курс говорят спасибо так вот когда ко мне приходят ребята которые уже много лет проучились в школе и я на первом курсе видео занятие вижу как практически 50 процентов слов которые они знают они произносят неправильно то меня это уже если честно не удивляет на самом деле понятно почему потому что многие преподаватели потому что учителям чему-то считает что произношение это не важно это очень важно это очень важно особенно в английском языке где есть например through throughout сара суть за и так далее все пишется примерно одинаково звучит совершенно по-разному я вам сейчас очень быстро еще расскажу как я себе представляю произношение произношение это правильные звуки то есть звуки английского языка я говорила в первом стриме что они совершенно не похожи на звуки русского языка если уж мы учим другой язык то почему бы нам не выучить и звуки этого языка как следует это все равно как бы мы с вами учили какой-нибудь один танец скажем рок-н-ролл а вставляли в него движение которые присущи балету но это получит уже совершенно не не рок-н-ролл и и не балет если мы будем делать наоборот во вторых произношение это слитная речь и понимание слитные речи это четко расставленные ударения это знание когда нужно употреблять сильную форму слова когда нужно употреблять слабую форму слова произношение это и умение распознавать слитную речь и понимание смыслов произношение это и интонация произношение это еще очень 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 много и во первых точнее не во первых а плюс еще ко всему что я сказала никакое изучение лексики и никакое изучение грамматики невозможно без произношения если только вы не глухонемые потому что все чтобы вы бы не учили не изучали на английском языке вы все так или иначе произносите вслух а если вам не важно как вы произносите это вслух ну тогда совершенно другой вопрос да тогда я не знаю нужно учить не язык нужно учить может быть что-нибудь другое вот еще раз я абсолютно убеждена в том что когда мы изучаем иностранный язык огромное внимание нужно уделять произношению вот сейчас хочу вас спросить насколько вы со мной согласны согласны ли вы что произношение очень важно или же вам кажется что я какой-то фрик и в общем то можно как-то без этого обойтись или уделять этому поменьше внимание очень буду вам благодарна если вы мне сейчас в комментариях что-нибудь напишите видите я запаслась сегодня всем необходимым никуда уходить не буду от вас буду все время с вами о какие люди пришли здравствуйте здравствуйте всем очень рада вас видеть как будто я здесь и не одна как будто я сижу и пытаюсь представить что я смотрю на вас по крайней мере лица я ваши все отлично помню так я знаю что идет небольшая задержка в стриме по сравнению с тем что я бы вам вещала прямо напрямую ну вот я жду ваших ответов напишите мне что-нибудь пожалуйста важно произношение неважно так ну ладно я не буду молчать потому что это будет странно на стриме выглядеть мы с вами и прошлый раз говорили о признаках слитной речи и говорили о сходствах и различиях в русском языке и в английском языке напоминаю что сходства которых важно помнить это то что мы с вами говорим фразами мы делим на отдельные какие-то слова не ставим в них не нужный пауз мы точно также ударяем в английском языке важные слова и более кратко произносим те которые нам неважно мы точно так же как в английском языке используем интонацию для того чтобы показать то что нам важно показать наши эмоции и так далее она в английском языке совершенно другие звуки один только звук есть в английском языке которые есть и в русском языке это звук шва я вам его показывала вот он такой прекрасный с короной надеюсь все хорошо видно и я вам доказывала что шва есть и в русском языке тоже но он вообще есть во всех языках мира это было краткое повторение значит еще раз давайте вместе со мной проговорим как он произносится да это small idiotic english sound полностью все абсолютно расслабляем здесь чуть-чуть приоткрываем рот кладем язык и говорим некий звук повторяйте пожалуйста за мной некоторые слова просто по слуху да ну во первых слова я надеюсь что оно видно вам хорошо да постараюсь вот так вот даже потому что я смотрела стрим прошлый раз было не не очень видно надеюсь что видно в этот раз ваша 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 хорошо следующее слово флэша 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 i'm doing it with pleasure i'm doing it with pleasure я делаю это с удовольствием эти стримы я делаю с удовольствием потому что произношение это то что мне нравится amazing amazing да звук шва будет в самом начале слова великолепное что-то замечательное amazing предложениях listen to me listen to me listen to me послушайте меня здесь будет два звука шва слове listen в конце между с и на и предлог тю его словарная форма где у нас и у беглой речи очень часто будет произноситься через шва почти всегда лисентами послушай меня пожалуйста пенюхал 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 пен если мы не делаем на него специальное ударение ударение в данном случае у нас идет на help можешь ли ты мне помочь тоже будет шва из time for lunch it's time for lunch it's time for lunch какое у нас слово будет со звуком шва предлог for опять же в словаре будет его название до его транскрипция будет полная а в беглой речи у нас будут слабые слабые слабый звук до встань по ланч сэнд миссом розис сэнд миссом розис пошли мне немного роз сэнд миссом розис может быть вы услышали что звук до слове сэнд он беглой речи тоже может уходить сэнд миссом розис сам некоторые несколько немного опять же в словаре у вас будет одна транскрипция а в беглой речи будет шва сам потому что это слово мы не ставим под ударение так 9 комментариев одну секундочку сейчас я на них быстренько посмотрю здравствуйте поэтому мы здесь конечно спасибо очень даже важно видно о леночка спасибо что видно палка ты знаешь что это очень важно когда научишься произносить звуки то и слышать их учишься так все и ребят спасибо большое продолжаем с вами дальше перед тем как мы разберем те звуки в тех предложениях которые у вас на картиночке я хочу вам дать такое задание тоже попрошу вас попрошу вас это сделать я вам сейчас скажу предложение и вы должны написать мне сколько звуков шва то есть сколько безударных звуков до слабеньких вы слышите в этом предложении предложение такое и так что ты думаешь она переводится с воде истинк с воде истинк под ударением подсказываю у нас будут слова вот и think таком звучание сколько будет звуков шва напишите пожалуйста с воде think один так что еще попыток пока не комментирую с воде think а можно еще и сказать так с воде think с воде think ну давайте не бойтесь чего вы пишите так ну один ответ есть один ответ уже есть и это хорошо два вот владимир считает татьяна считает что три ну давайте разберем да значит полная форма была бы такая полностью если бы каждое каждое слово проговаривали с вами так как оно есть словаре было бы так но мы с вами в реальной речи никогда так не говорим мой проект поэтому и называется живое английское произношение что я хочу помочь вам не только с чистотой английских звуков но и хочу подсказать вам как на самом деле слова говорятся да и как различать вот это вот непонятное слитное беглое чтение с воде think с воде think да со не будет через дифтонг оу оно будет в краткой форме если мы не будем ударять слова вот а если мы просто скажем с воде think с водой think там на самом деле тоже будет что-то похожее на шва но если ударить это слово да поставить его под ударение то там будет звук о с водой think а вот глагол вспомогательный do конечно он не будет произноситься как do он будет произноситься в краткой форме what do what do и you тоже не будет произноситься как you да будет произноситься как звук шва what do you think what do you think помните я говорила вам что когда мы с вами слушаем слитную речь мы должны выхватывать значимые слова слова которые стоят под ударением и потом уже стараться достраивать в голове своей стараться догадаться а что это могло бы быть вот вы слышите наверное вопросительную интонацию да вы услышали слово think вы может быть остальные слова не совсем и распознали ну если слова вот будет стоять под ударением то мы его разберем да но если вы услышали даже просто слова think которое стоит с вопросительной интонацией ну помогите себе используйте логическое мышление да подумайте если кто-то что-то спрашивает про think и там еще есть какие-то другие слова и обращается он явно ко мне то скорее всего это предложение нужно так и понять что ты думаешь вот если вы когда-то что-то недорасслышали старайтесь использовать свои навыки опять же из родного языка когда ну когда мы стараемся угадать да что там могло бы быть основываясь на своем жизненном опыте еще одна задачка для вас предложение такое really like it really like it really like it сколько здесь будет звуков шва расскажу вам немножко это предложение означает мне действительно это нравится очень жду ваших ответов а да в и в в Очень-очень жду ваших ответов. Так, Лена считает, что два. I really like it. I really like it. Интонация может быть разной, да? I really like it. I really like it. Так, спасибо. Ну, во-первых, если у нас на слово really падает ударение, то можно догадаться, что слово I может вообще стоять без ударения. И оно, как ни странно, вот целый лифтонг, он может превратиться в шва. Really like it. А может быть и даже исчезнуть вовсе. Слышите? Really like it. То есть я только открыла рот, обозначая вот этот звук, и этого достаточно будет тому, кто меня слушает. И поскольку я говорю это с достаточной такой эмоциональной наполненностью, I really like it, всем будет понятно, что я говорю это про себя, что мне это действительно нравится. Итак, I может быть заменён на шва. И I really like it. Like it. It – это на ваше усмотрение. Значит, его можно, ну, опять же, если оно не будет стоять под ударением, да? I really like it. Like it. То есть там не будет такого и ярко выраженного. Скорее всего, он будет больше шва. Вот так очень часто бывает, когда вроде бы слова, к которым мы знаем и к которым мы привыкли, и в словаре, даже если мы читаем транскрипцию, у нас совершенно ясно написано it, да? Со звуком и. И в беглой речи эти правила могут меняться в зависимости от того, кто говорит, как говорит, насколько бегло и насколько эмоционально. Вот. Теперь вы, наверное, уже все догадались, что с этими предложениями, которые у нас были в предыдущем посте, сейчас я буду на них смотреть, тоже всё не так просто. Значит, я сначала написала, что там 34 звука шва, а их на самом деле больше. Когда я делала, вот недавно готовясь к этому эфиру, я насчитала там целых 40. Значит, задача сейчас наша с вами такая. Из-за того, что у нас идёт сплошная задержка в стриме, мне не очень удобно постоянно спрашивать и ждать ваших ответов, поэтому давайте вы... Ну, если будете успевать, я надеюсь, что будете успевать, вы пишите так, например, первое предложение, столько-то звуков шва. Если не будете успевать, ну, значит, просто послушайте то, что я вам расскажу. Первое предложение было такое. Я читаю сейчас, ну, как бы полностью его, как бы я прочитала, если бы я, допустим, каждое слово в отдельности учила вас произносить. Естественно, когда у нас будет слитная речь, так мы с вами говорить не будем, а говорить будем вот как. Кто сейчас сидит у экрана и за мной повторяет, также открывая рот, тот делает совершенно правильную вещь. Так и нужно делать. Молодцы! Итак, смотрите, что у нас происходит. Опять звук х в начале have может вполне себе запросто удалиться, потому что у нас под ударением не будет стоять глагол have. Если бы сказали, например, другое предложение I have it. Don't you see? Оно у меня есть, разве ты не видишь? То тогда у нас, возможно, х никуда бы не делся. А так, что англичане, что американцы имеют такую наглую тенденцию глотать этот стоящий в начале слова звук х, слове, которое не под ударением стоит. А стоит у нас под ударением морковка и банан. I have a carrot and a banana. То есть даже небольшое ударение, которое падает на слово have, за счёт чего там, может быть, и не будет звука шва. Слово carrot и банана, оно стоит под гораздо большим ударением. Ну так, сколько в этом предложении будет звуков шва? Вы пишите свою цифру. Первое предложение, сколько звуков шва. А я покажу вам вот такую картиночку. Вот, пусть даже меня не будет видно, будет видно предложение. Да, я решила, поставила под вопросов, под вопросом 6 звуков, да, 6 звуков шва. В принципе, я могу сказать I have a carrot and a banana. Вместо I, как в предыдущем предложении, которое у нас было, I really like it, да, я могла бы сказать шва, но не буду так делать. Вот, давайте скажем более полную форму. Да, то есть здесь у нас будет шва, артикль не будет произноситься в сильной форме. Carrot, второй слог, естественно, будет у нас тоже шва. Дальше, and, зачем нам его ударять, в принципе, мы не будем это делать. Опять артикль, и в слове banana у нас целых два будет звука шва. Обратите внимание, я специально расставила ударение здесь, и ударение в английском языке, оно ставится перед слогом, на который оно падает. То есть не над гласной буквой, как у нас в русском языке, например, на слове молоко, да, у вас будет ударение над гласной О. В английском языке ударение в транскрипции падает перед слогом, на который оно падает. Да, то есть оно стоит перед словом, на которое оно падает. Теперь смотрите, что получается за чудесная вещь. И это, наверное, объяснит всем, почему я начала вот свою такую теоретическую часть, да, именно со звука шва. Со слабого, никому очень часто неизвестного, безударного звука шва. Дело в том, что этот звук, он, как я уже говорила в английском языке, преобладает над всеми другими звуками, то есть его больше всего. А в словах, которые больше, чем два слога, очень редко бывают такие слова, в котором нет этого звука в принципе. Смотрите, да, бенаана, три слога, два из них шва. Ну, не всегда такое бывает, может, такое вот слово интересное, но тем не менее. За счет того, что мы знаем про этот звук шва, мы с вами знаем и про слабые формы. А если мы знаем про слабые формы, значит, мы с вами гораздо лучше можем произносить предложение с точки зрения мелодики языка. То есть делать ударение на нужных словах и опускать ненужные. Я всегда на своем курсе Sound Beautiful in English говорю ударьте ударный звук, неударный сам докатится. Да, сделайте ударение, сделайте упор. Что за счет этого мы с вами получим? I have a carrot and a banana. Мы уже получим с вами часть правильной английской интонации. То есть только за счет того, что вы будете понимать, где здесь слово, которое в сильной позиции, да, в ударной позиции, и где здесь слово или слово, которое стоит в безударной позиции, у вас гораздо быстрее встанет на место и английская интонация тоже. Так, давайте перейдем к следующему предложению. Следующее предложение было Атлас содержит много карт. Старайтесь, да, тоже так, не делая совершенно никаких пауз. В этом предложении, в предложении номер два, сколько по-вашему будет звуков шва? Предложение номер два. Вы в комментариях, пожалуйста, пишите предложение номер два, да, а потом, ну, два можно со скубочкой, а потом количество звуков. Тогда я буду понимать, о каком предложении идет речь, потому что скоро у нас будет много комментариев, и я просто перестану в них ориентироваться. Первое предложение семь. Ну, Лен, ты очень близка, да, очень близка. То есть, если мы действительно правильно его, ну, бегло произнесем, у нас там и будет семь звуков шва. Представляете, в одном малюсеньком предложении, в котором раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь слов, да, будет семь же и звуков шва. Это вообще удивительно просто. Просто удивительно. Второе предложение пять. Вот какая у меня хорошая ученица, Елена Кравцова. Умница. Первая дает ответ на вопрос. Ну, ты совершенно права, Лена, садись пять. В этом предложении пять звуков. Вот давайте я покажу его. Хорошо его видно, я надеюсь. Артикль the будет здесь произноситься как the, потому что следующее слово начинается с гласной буквы. И это вы можете запомнить себе как попутный урок от сегодняшнего занятия. The apple, the atlas, the angel, там, я не знаю, the elephant, да, артикль будет произноситься как the, the. The atlas contains a lot of maps. Ну, вам видно, я зелененьким, да, подчеркнула все звуки шва, которые здесь есть. Само по себе предложение с точки зрения его пригодности нам с вами в реальной жизни, может быть, оно не так и нужно. Оно чисто с фонетической точки зрения полезно. Но как мы, учителя, которые смотрят на все под прицелом лексического подхода, можем это предложение использовать? Ну, например, мы можем сказать То есть мы можем взять какую-то, какую-то часть отсюда и приспособить ее под наши нужды ежедневные. Да, можно еще порассуждать о слове contain. В русском языке это слово container, да, container. Содержать, с формами слова поиграть. У меня на фонетическом курсе никогда не бывает просто упор на звуки. То есть мы всегда стараемся и лексику какую-то проработать, и грамматику какую-то отработать, и критическое мышление развить, и творческое мышление развить. Поэтому точно так же, как ничего не бывает без произношения, так и произношение оно не бывает само по себе. Оно обязательно взаимосвязано с другим языком. Вот. Да, кстати, еще очень хотела вас попросить... Видите этот предлог? Да? То есть он даже не ов, а ов. А лотов. А лотов мэпс. А лотов бэкс. А лотов пипа ла вочень май май стрим. Да? Дэр а лотов в вэрдзэн дэйс сэнтэнс. То есть оно очень часто будет слабую форму иметь, и читаться будет как аф. Как маленькая собачка, как будто, да? Чавка. Аф. Попробуйте. Аф. Вот ов читается только предлог, в котором две буквы эф. Не путайте, пожалуйста. Да? Это ни в коем случае не читается как ф-звук. Да? Это ов. А лотов мэпс. Вообще про вот этот отдельный предлог ов, было бы неплохо сделать специальный стрим, потому что его так много в нашей жизни, и он в таком количестве замечательных выражений существует. Так, давайте-ка мы пойдем чуть побыстрее, иначе мой стрим превратится просто в обычный урок, который, может быть, не все и высадят. Так, я смотрю, какие у нас комментарии. Второе предложение. Пять. Лена улыбается. Как хорошо, когда люди улыбаются. Третье предложение. You talked about his illness. You talked about his illness. You talked about his illness. Сколько звуков шва? Пишите быстрее. You talked about his illness. Для тех, кто не привык к слитной речи, я скажу, что это He talked about his illness. Опять, эти самые, это самая редукция, да, это проглатывание первого звука Х в начале слов, которые не стоят под ударением. You talked about his illness. Сколько здесь звуков шва? Очень жду ваших ответов. Пожалуйста, скажите мне что-нибудь. Очень хочется с вами поговорить. Дурацкая задержка. Ужасно мне не нравится, когда в стриме так происходит. Третье предложение. Четыре звука. Так, сейчас посмотрим. Четыре. Это какое, Татьяна Глазкова? Это, наверное... А, это может быть уже и это. И комментарии ваши тоже сложно читать, потому что я не очень часто понимаю, они к какому предложению относятся. Так, ну давайте. Я написала здесь, смотрите, два, но под большим вопросом. И talked about his illness. Законные здесь два. Illness, да, тут между N и S у нас будет шва. И about. About. Потому что ударение будет на дифтонг АУ. About. Но, опять же, если мы примем во внимание, что he и his, да, he и his, они у нас без ударения, то они могут вполне трансформироваться talked about his illness. Talked about his illness. Они все-таки больше будут скорее похожи на звук и, чем на шва, но этот и будет очень-очень слабый. Talked about his illness. Talked about his illness. Для тех, кто, если вы учителя, или даже если вы не учителя, если вы хотите работать с отдельными предложениями, я вам советую как бы расширять, давать этим предложениям больше возможностей. Например, своих студентов я очень часто прошу придумать контекст. Да, он разговаривал о своем заболевании. Ну, придумайте контекст, чтобы это звучало естественно. Ну, допустим, у меня такой вот контекст сейчас пришел в голову. He talked about his illness. He brought us to death. Он нам до смерти надоел. He brought us to death. Or, he couldn't shut up about it. He couldn't shut up about it. Он никак не мог заткнуть, закрыть свой рот. Все говорил и говорил и говорил о своем заболевании. Или наоборот. He talked about his illness. He was really worried. Он разговаривал о своем заболевании. Он действительно очень волновался и очень беспокоился о том, какое будущее его ждет. Итак, четвертое предложение. Значит, здесь было два законных. Мы считаем. Шесть плюс пять плюс два. Четвертое предложение было такое. I will answer this letter. I will answer this letter. Я отвечу на это письмо. Четвертое предложение. Сколько звуков шва, ребята? Жду от вас ответов. Я отвечу на это письмо. Я отвечу на это письмо. Какой-то звук был странный в телефоне. Не прекратилась ли трансляция? Скажите мне. Видно меня? Слышно? Нет ли каких сбоев или помех? Четвертое. Четвертое. Два. Так, вот Татьяна Глазкова опережает Елену Кравцову и пишет свой ответ. Да, у нас смена лидера в нашем сегодняшнем занятии. Ну, два под большим вопросом. Да? Летта. Вы уже догадались, что там на конце будет шва, потому что под ударением стоит первый слог. Да? Анса. То же самое. И а на конце. Оно очень часто читается как шва. Пожалуйста, обратите внимание. Вот кто только начинает учить язык, у кого проблемы с этим. У меня есть много учеников, которые читают letter или letter или mother или brother. Нет. Ударьте ударный слог, да? Анса. Анса. Между прочим, для тех, кто, может быть, не знает, W здесь не читается. Да, это вредное такое слово, очень часто в нём делаются ошибки, да? Letter, brother, sister, mother и так далее. А если так серьёзно подумать, да, если как бы произнести очень быстро, I've launched this letter. I've launched this letter. Это даже слово will, will, мы не будем произносить полностью как will. will, очень часто даже вообще может исчезнуть вот какая-нибудь гласная. Не говорю уже о том, что там и перейдёт в слабый шва. Вланса, дэс, лэта. Вланса, дэс, лэта. То есть все вот эти слова, которые не стоят под ударением, они подвержены очень сильной трансформации. Именно поэтому, когда мы с вами слушаем беглую речь или слушаем песни, мы говорим, боже мой, какие-то слова понимаю, а про что там было, в принципе, мне не понять. Опять же, точно так же я вам говорю, что в русском языке мы с вами тоже особо не думаем и особо сильно не артикулируем. Мы просто передаём смыслы. И смыслы, которые больше весят, они, те слова будут под ударением стоять. Если они, соответственно, ну, какие-то там очень быстро сказанные нами слова, то, соответственно, они будут в более слабых формах. Пятое предложение. Давайте я сразу вам буду показывать и рассказывать. Father went around the apartment. Father шла. Раз. Around первый слог тоже шла. Apartment первый слог шла, потому что на part падает ударение. Да, и meant тоже не будет стоять под ударением. The apartment будет такое же правило, как и в каком-то из предыдущих предложений, когда у нас стоит гласное после артикуля the, и, соответственно, у нас будет читаться the apartment. Там ещё, кстати, будет один связующий звук, о которых мы будем отдельно с вами разговаривать чуть позже. Позже. Sorry for my Russian. Father went around the apartment. Бедный папа, который ходил вокруг квартиры. Ну, не знаю, может быть, он находился на самоизоляции, некуда ему было больше сходить. Вот он ходил вокруг квартиры и думал, когда же это всё закончится. Father went around the apartment. Then he decided to do what? Then he decided to watch TV. Or then he decided to cook lunch. Всё возможно. Походил папа вокруг квартиры, обошёл квартиру и решил приготовить ланч. Итак, здесь четыре звука. Тоже, вот смотрите, почему под вопросом. Да потому что если went мы прочитаем очень быстро. Father went around the apartment. Father went around the apartment. Father went around the apartment. Да, вообще у нас будет одно, как бы, такое сильно ударное слово. Поэтому здесь went тоже может подвергнуться сильной редукции. С пятым, sorry, с шестым предложением, которое у нас с вами было, Я хочу предложить вам проделать следующую штуку. Предложение было такое. The company will supply the telephones. Компания поставит нам, да, или снабдит нас телефонами. Ну, само по себе предложение такое себе, да. А здесь интересно, кстати, слово supply. Очень часто, во многих словах, где у нас есть S и U, есть такая тенденция неправильно произносить звук. Здесь, видите, будет у нас звук шва. Да? Сейчас, одну секундочку, выключу телефон. Все, я вернулась. Так вот, у нас, значит, есть такая тенденция читать это как су. Похожие слова, например, support, поддерживать. Да, там тоже будет S и U. Или surprise. Удаление будет у нас на I, но нам почему-то хочется обязательно сказать тут support, surprise или еще чего-нибудь. Пожалуйста, не надо этого делать. Только в некоторых словах это читается по-другому. Да, я сейчас не буду говорить, чтобы не нагромождать здесь еще больше всего. Что я предлагаю вам сделать с этим предложением? Я предлагаю вам немножко потренировать дыхание. Проверить себя, сколько раз вы сможете сказать это предложение бегло, со всеми правильными ударениями, со всеми звуками шва, не прерываясь, не беря дыхание заново. Да, выглядеть это будет примерно так. Я не готовилась сначала. Так, давайте я буду держать сейчас перед своими глазами, потом я вам снова покажу. Значит, я это делаю для того, чтобы... Прошу сделать это упражнение для того, чтобы ребята, во-первых, посмотрели, насколько у них хватает дыхания в принципе, а во-вторых, очень часто, когда мы переключаем задание, ну, например, вот на эту физическую составляющую, да, проверить дыхание, то уходят вот эти блоки, которые мы себе ставим в голове. Человек думает, что он никогда не сможет произнести правильно, а на самом деле он прекрасно все может. Просто нужно иногда чуть-чуть переключать. Итак, значит, я сначала это сделаю, прям вот в прямом эфире же, да, ничего нельзя будет потом исправить, переписать и так далее. Вы считайте, сколько раз, и потом мне напишите, сколько раз я смогла произнести это предложение, не вдыхая воздух заново. А потом я попрошу вас самих это сделать, посмотрим, кто побьет мой рекорд. Точнее, не рекорд, а вообще меня, кто побьет. Всё. Мне даже считать было некогда. Кто-нибудь успел посчитать? Больше я не смогла. Да, имейте в виду, что вы ещё должны поставить при этом на место звук Д здесь и звук Д здесь. Сказанное быстро, много раз, но с искажением этих звуков не считается. Так, теперь потренируйтесь, пожалуйста, попробуйте себя. Попросите того, кто рядом сидит, если кто-нибудь сидит, посчитать. Или позагибайте пальцы. Да, я просто не могла, у меня были заняты руки. Давайте, выделяю вам на это целую минуту. Пока посмотрю комментарии. Тринадцать раз. Я молодец. Я молодец. Да не молодец я, вы все молодцы. Я обычный человек, все могут так делать. Если я так сделала, то и вы сможете. Очень полезное упражнение. Когда у вас не получается запомнить что-то иногда, да, можно не только дыхание потренировать и произношение. Можно таким образом потренировать память. Потому что все мы с вами знаем, что запоминается то, что много раз употребляется, много раз используется. Ну, сколько вы смогли? Лена, Таня, вы у меня самые активные сегодня. Сколько раз у вас получилось? Пишите, а то я уже устала держать карточку. Хочу опустить руку. Так, сколько мы с вами уже не устали вы еще. Сегодняшний стрим дольше всех получается длиться. 49 минут уже. Но скоро будем заканчивать. У меня 10, у Валентины 12. Валя, молодец. Таня тоже молодец, 10 это много. Очень бы хотелось послушать вас, конечно, насколько еще вы фонетически грамотно это сделали. Но вот такой формат стрима, к сожалению, не позволяет. Повторю здесь, точнее скажу здесь, здесь еще не говорила в этом стриме, что тот, кто хочет получить обратную связь, есть масса способов, с помощью которых можно это сделать. Какие-то будут, ну, совершенно практически бесплатные, когда можно меня попросить просто посмотреть ваше видео какое-то, которое вы пришлете, или послушать аудио, которое вы сделаете. И там за символические какие-то деньги я скажу вам, что не так и куда двигаться дальше. Могут быть разовые консультации какие-то, где я вас просто послушаю и скажу, какие у вас есть проблемы. А могут быть консультации, ну, более длительные. Это уже обсуждается. Так, во всяком случае, стримы эти абсолютно бесплатные. И я надеюсь, что они тоже вам помогут понять кое-что про английские звуки и про слитную речь. Так, я буду продолжать. Следующие три предложения, которые были, я их просто попрошу вас за мной поповторять и просто скажу, сколько там звуков шва. Вот. Если вы будете со мной не согласны, вы сможете написать это в комментариях. Следующее предложение было про то, как я сидела одиноко на диване. I was sitting alone on the sofa. 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 Я надеюсь, вас не раздражает то, что я повторяю несколько раз. Я хочу, чтобы успели поймать вот именно вот эту слитность речи и ударение, которое я ставлю. Ну, а заодно и услышать где там ударные звуки, а где безударные. Значит, звуков шва здесь будет пять. Сначала в слове was, потом в слове alone, первый слог. Потом on, оно не будет on the sofa, потому что будет краткая, быстрая форма on the sofa. Потом в артикле there. И потом в слове sofa в последнем слоге. I was sitting alone on the sofa. I was sitting alone on the sofa. Получилось у вас за мной повторить правильно? Молодцы! Следующее предложение про представление в цирке, которое было замечательным. Там у нас семь звуков шва. Послушайте. Во-первых, the. Во-вторых, в слове performance в начале, ну да, он будет ближе к звуку шва. В последнем слоге слово performance. Там даже вообще практически сливается, там вообще будет, ну, почти не будет гласный. In the, да, опять the, circus, цирк, в последнем слоге was, потому что ударение у нас будет не на глагол был, а на глагол прекрасное, замечательное было представление. The performance in the circus was amazing. В этом предложении чудесным образом чередование слабых и сильных звуков дает нам ощущение ритма. Парам-парам, парам-парам, парам-парам. Слышите три таких ударных слова? The performance in the circus was amazing. Ну-ка давайте вместе со мной. The performance in the circus was amazing. The performance in the circus was amazing. У кого не получается быстро, можно сначала начинать медленно, но это не значит, что между словами нужно делать паузы. Постарайтесь в этом маленьком предложении никаких пауз не делать вообще. The performance in the circus was amazing. The performance in the circus was amazing. Ну а у кого получается быстро, быстрее, можно сделать еще одно упражнение, которое я тоже люблю делать со своими учениками. Это от медленного к быстрому. Мы обычно берем что-то, что стучит. Сейчас я не буду, а то у меня камера будет дергаться. И делаем следующее. The performance in the circus was amazing. Давайте со мной. The performance in the circus was amazing. И так далее. У кого насколько хватит дыхания, хватит сил. Чудесным образом тренируется здесь и дыхание, и слабые сильные формы, и ритм, и интонация, и собственно слитность речи. И опять же вы запоминаете. Если вам не нравится, например, предложение Вы можете сказать себе Фильм, который я смотрел вчера, был замечательным. Смотрите, у нас поменялось немножко количество слов. В этом предложении было А в другом предложении Несмотря на то, что слов прибавилось, ударение главных предложений осталось три. И это основное количество ударения, которое обычно и бывает в английских предложениях. То есть за счет того, что очень многие фразы, они как бы ужимаются, да, они становятся более слабыми, и говорятся, произносятся быстрее, Удается сохранять вот этот вот единый ритм речи. Ну, в данном случае этого предложения. Так, и последнее самое He suggested a system Там было четыре звука шва Suggested В этом слове два звука шва, да, в начале слова и в конце Э Артикль И system На конце будет Тоже будет звук шва Звук х в начале предложения, потому что he не будет стоять по ударениям, тоже может исчезнуть и получится И suggested a system И suggested a system Как они друг друга понимают? Как они слышат, что это именно он предложил какую-то систему, да? Ну, во-первых, когда у нас есть she Или, скажем, I Или, скажем, we Там мы говорим совершенно по-другому То есть, когда люди слышат какое-то подлежащее и не понимают, что это такое Они в первую очередь понимают, что это не я, не ты, не вы и не она Которая редуцироваться, например, she Да? Оно никогда, вот этот звук шва, редуцироваться он никогда не будет Вот за счет этого, да, привлекая свои какие-то когнитивные знания, свою логику Люди понимают, что это, что тут могло бы быть или было на самом деле, да? He suggested a system He suggested a system He suggested a system He suggested a system Я очень надеюсь, что... Да, кстати, давайте подведем такие быстрые математические подсчеты Значит, в первом предложении 6 Во втором 5 В третьем 2 В четвертом 2 Это я вам говорю сейчас без излишне быстро произнесенных и совершенно безударных вариантов Это то, что более-менее усредненное такое Дальше 4, 5, 5, 7 и 4 Итого я насчитала 40 звуков шва В этих... сколько тут? 9 предложений Да, 9 предложений Понимаете, почему я начала вот такое обширное, да, объяснение именно с этого звука? Да потому что это важнейший звук английского языка Если мы не будем знать о его существовании О чем можно тогда, в принципе, говорить про... Как можно говорить, в принципе, о слитной речи О чередовании слабых и сильных форм Об интонации, об ударении Да и о паузах тоже Вот Я очень надеюсь, что в сегодняшнем видео я показала вам не только где есть и как произносится звук шва Но и то, как создается мелодика речи Как мы делаем ударение в значимых словах А также попутно я вам рассказала о том, какие звуки могут исчезать В данном случае мы много говорили о звуке х Немножко о звуке д в конце предлога and Вот как в первом предложении, помните, да? I have a carrot and a banana Да, то есть на самом деле и так понятно, что это речь идет о предлоге То есть о союзе, извините, о союзе and И тогда, раз всем понятно, что я тогда буду напрягаться, думает носитель языка И произносить эту d, которая требует все-таки некоторых усилий На самом деле он так не думает На самом деле они просто говорят Это уже мы расшифровываем их речь Для того, чтобы нам самим тоже понимать, о чем они говорят Потому что говорят они очень часто быстро, непонятно И в новостях, например, они говорят с вами У них такая артикуляция А начнете вы смотреть какой-нибудь сериал, фильм Ну или какого-нибудь блогера И там будет артикуляция совершенно другая Очень хочу надеяться, что наши занятия помогут вам понимать Разную артикуляцию английского языка То есть не только ту, которую вам специально Received pronunciation или английскую королеву вы будете слушать Но и какого-нибудь любого совершенно героя фильма, который вам нравится Естественно, просто зная правила произношения Вы не станете бегло говорить на английском языке Поэтому старайтесь, вот все, что вам попадает в голову Старайтесь запоминать Допустим, вот эти предложения мы сейчас с вами прочитали Пусть пройдет какое-то время Вы их еще раз прочитаете Потренируетесь Может быть, даже запишите Может быть, даже себя послушаете Может быть, даже пересмотрите какие-то фрагменты этого стрима И сравните ваше произношение И свое Если вы будете над этим работать Обязательно произношение у вас улучшится Я вам еще в этом стриме хотела поговорить с вами про звук Но не буду Потому что я считаю, что у нас и так был достаточно насыщенный урок Я вам просто его покажу Скажу, что это big idiotic english sound Потому что, чтобы его произнести, нужно немножко более идиотское лицо сделать Видите, какое у меня идиотское лицо сейчас Вот И этого звука в русском языке нет И особенность этого звука в том, что оно имеет Такое свойство выступать в сочетаниях, которые очень для нас, для русских сложны И вот посмотрите на слово Какое тут у меня слово? Слово world World Очень много ошибок делают при произнесении этого слова Это слово мир Вот Мы с вами будем более подробно говорить о звуке «э» в следующий раз Если хотите какое-нибудь задание с предложениями Где я попрошу вас поискать в словах этот звук «э» Или, может быть, еще какие-то предложения со звуком шва Дайте мне знать об этом в комментариях И вообще, дайте мне знать, полезно было то, что мы сегодня делали или нет Я хочу сказать всем огромное спасибо за то, что пришли и слушали меня Я постараюсь сделать для вас еще очень много полезного И с вами была Елена Вертугина из живого английского И это проект «Живое английское произношение» Возможно, жаб А возможно, что-нибудь другое Какая-нибудь другая аббревиатура Сейчас мне даже об этом не хочется думать А хочется думать только о том, насколько полезны и интересны для вас эти видео Жду вашей обратной связи Пойду сейчас заканчивать трансляцию Нет, не пойду Посмотрю, может быть, какие-то есть вопросы На которые я смогла бы прямо сейчас ответить Я забыла вам сказать, ребят Да, если есть какие-то вопросы Если что-то вам интересно Или вы в чем-то со мной не согласны Вы можете всегда это каким-то образом в комментариях отразить И я с этим буду работать дальше Вот я уже вижу первую хорошую реакцию Ну, все, ребят Я уже тоже немножко устала Голос у меня устал Пойду немножко что-нибудь попью И буду заканчивать стрим Всем спасибо, кто пришел Приходите еще Делитесь с другими Рассказывайте про меня Пока-пока